здравствуйте я все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте и сегодня у меня не совсем веселое а точнее очень даже грустное видео меня просто терзает вопрос что на самом деле произошло в керчи в колледже почему меня беспокоит этот вопрос но во первых я хочу выразить соболезнования всем тем людям которые потеряли своих родных и близких в результате вот этого вот это вот акта будем так его называть акта месива акта месива я так решила его назвать что же на самом деле произошло очень много чего рассказов меня это сильно затронуло поскольку у меня ребенок так же как и вот этот мальчик они ровесники и я уж точно знаю вот этот мальчик он студент химик из колледжа что с ним произошло непонятно я уж точно знаю что допустим моему ребенку до 21 года никто не продаст оружие я не пойму как такое может быть чтобы этому ребенку спокойно продали оружие потом еще патрон а еще взрывчатку которую отдельно закладывал вообще слишком много несостыковок для тех кто не понимает что произошло я скажу в среду 17 октября студент химик из колледжа в керчи устроил стрельбу затем привел в действие взрывное устройство своем учебном заведении предварительным данным где-то даже есть погибшие и пострадавшие что это что это такое это произошло примерно в 11 40 на перемене между второй и третий парк там услышали первые выстрелы на втором этаже на первом этаже взрыв то есть выстрелы на втором а на первом все это происходило в течение пяти минут одновременно я уже могу сказать что там был не один человек и потом когда я услышала что говорит женщина который позвонили она говорит слово они они раз они значит их было несколько но опять говорю что это личное мое мнение я никакой не профессионал я с точки зрения простого обывателя ведь каждый имеет право на свою точку зрения дальше дальше я не верю ни одному слову по предварительным данным ни одному слову в том плане что там и сумка у него и самодельное взрывное устройство в это я верю да и значит он спустился значит в столовой у него сумка он извлек из свертка он поднялся там у него ружье а там у него бомба а там такого не может быть вообще он не может сразу и на второй и на первый бежать и никто ему помешать при этом не может и я один один я в это не верю никогда в жизни я в это не поверю дальше что у него ружье значит был сверток у него еще была сумка у него еще были заложены по территории там какие-то устройства которые потом нашли он смог побежать и до заучи и до педагогов и по всяким кабинетам разным сколько у него было рук если еще при этом при том что у него и ружье и он бомбы и взрывные устройства раскладывал кидал и стрелял еще при этом использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств вот такая вот информация всю эту информацию должны проверить эксперты и решить такое возможно может ли это один человек сделать внимание он сделал говорят около 20 выстрел так говорят так пишут по крайней мере вот и я ссылаюсь на публикацию страна . ю и дальше дальше я слушаю вот эту женщину работники да что она говорит по телефону вот она звонит и что она слышали ворвались не ворвались дальше теперь кто-то ворвался теперь взорвали и говорит бегали бросали дать ужас представляете вот это ведь ей информацию сказали и как она говорит бегали бегали не бегал не один а вот она говорит вот ее вывод такой вы слышали это сказала не я это сказала женщина которая там работает еще раз этот вывод кстати очень похоже очень похоже еще раз мне вообще кажется вот услышав это мне тут же пришло в голову а теперь посмотрите это вот у него сумка и в сумке еще куча всего кто ему это все дал вот открытая сумка я вам показываю у него там еще куча всего это кто-то ему дал этот мальчик сейчас мне кажется он также является жертвой жестокого обмана и вот он лежит видите я не верю что он сам себя мало верится я вот смотрю он лежит и на спине что-то у него и голова у него целая и вот сзади что-то что-то здесь не чисто настолько не чисто но я думаю что органы которые объективно будут изучать это дело они что-то все-таки выяснят мне кажется в общем у нас открыли дело по статье теракт расследованием будут разбираться будут узнавать и я думаю что разберутся ну а вот в соцсетях давайте посмотрим что же пишут какие пишут комментарии пишут какой ужас соболезную родным и близким и я соболезную родным и близким и все равно я вот у меня не покидает мысль что парень был не один что его подтолкнули или подкупили на эту операцию может что-то пообещали может быть ему сказали что ой возьмем тебя там спецслужбы еще что-то я не знаю и вот задание там выполнили еще знаете как это бывает потом убрали вот таким вот образом он уже не сможет нам засвидетельствовать о том что было реально на самом деле в общем чувство такое что отвлекают внимание от чего-то более серьезного что происходит кое-где очень как эта женщина сказала очень как эта работница колледжа сказала похоже на бесслан а я бы добавила на норд-ост на взрывы домов помните и многое другое но это мое мнение откуда гранаты взрывчатки и так далее много непонятного самое страшное что используют как инструмент молодежь молодой вот этот вот деток используют самых незащищенных детей студентов и стариков а кто использует верхи друзья мои мое такое личное мнение это мое мнение и я не хочу лукавить жаль что всегда страдают дети и простые люди соболезную соболезную всем родным и близким а дальше пишут вечная память всем погибшим скорейшего выздоровления пострадавшим дальше пишут я тэш спичуваю дужу больше за детей так и я а вот пишут отправляюсь отправляешь ребенка в школу как на войну не знаешь вернется или нет в какое ужасное время мы живем думаешь там безопасно а нет вот и думаешь до какого возраста его надо возле себя держать как страшно жить стало знаете не допускайте для себя страха и вот все что происходит глядя на это я еще раз говорю дорогие мои это от бездуховности и от того что не умеют многие люди отдать своих детей в руки божьи просто они не умеют этого делать они не знают что можно молиться каждый день иметь ступеньки защитные щиты расставлять говоря господи в твои руки свое чадо отдаю оберегай от злого мира спаси и сохрани господи я всегда так говорю благословляйте перед уходом в школу благословляйте с приходом со школы когда пришел ребенок тут же славьте бога богу это нравится дети ваши будут приходить с детками все будет хорошо все будет замечательно дальше хочу прочитать керчь мы скорбим с вами ужасно ужасно просто нет слов а вот что пишет юрий вы серьезно восемнадцатый шкет смог один такой замес устроить да он просто рэмбо в натуре что-то мне подсказывает что нам опять врешут юрий мне тоже кажется что отвлекают серьезно внимание от того что происходит на самом деле что-то серьезное где-то чтобы вот не сосредотачивались на этом что происходит очень серьезное чтобы на это не смотреть в это время сейчас все сми все 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 программы будут именно демонстрировать вот это дальше гульда алимбаева пишет почему именно невинные люди дети дальше алина оконин пишет очень сомнительно что все это успел сделать один 18 лет мальчик опять вранье дорогие мои а что вы думаете по этому поводу у нас есть с вами свое мнение давайте напишите мне интересно может быть я ошибаюсь может с моими мозгами что-то не то но вот свою точку зрения лично я высказала вот она очень совпадает с многими другими например вот с тем человеком который телефон уговорил с работницей этого колледжа или вот с этой алины оконин и со многими другими ну а что думаете вы напишите дорогие мои я попрошу всех помолиться за упокой души тех кто погиб прежде времени своей смертью и думаю Господь Бог откроет для них райские райские сады райские дворцы поскольку не время им было а я люблю вас и хочу чтобы вы знали что время оно может прийти все время не нужно думать в любой момент не нужно думать что мы все вечные не вот так вот в один миг раз и нету мне очень жаль неверующих людей которые попадут туда а уже все не успели поэтому всегда есть время покаяться всегда есть обратиться время к Господу вернее не всегда но вот пока оно есть покайтесь обратитесь к Богу и конечно же каждый день принимайте как новую жизнь наслаждайтесь каждым днем растворяйтесь в нем и любите помогайте ободряйте ближних своих а я люблю вас пока пока все 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 в все и все все и все и